Дуби-ду-би-ду-би-ду-би-ду. Узнаете? Азиатский шершень во всей своей красе. Спокойно строит свое гнездо. Да, это инвазивное насекомое, но очень умное. Особенно способен к строительству. Очень способен. Так, надо быть начеку, потому что она внимательно на меня смотрит. И она может быть очень быстрой. А, опля, все, она внутри. И теперь надо действовать быстро. Но, как всегда, мне не хватает штук и еще одной руки. Сейчас попробую поймать ее одной рукой и посмотрим, что из этого получится. Мне не хватает или одной руки, или оператора со мной. Так, оп, и попытаемся ее поймать. Оп, опля. И вот здесь надо быть очень-очень быстрым. Так, ты где? Ага, вот здесь. И сейчас она начнет играть в хомяка. Пока что она внутри гнезда. Немножко в ярости. О чем она думает? Она, наверное, думает, о, Этьен, как я плохо выбрала свое место. А, что здесь происходит? Ну как, видите? Ножку этого гнезда. А? И посмотрите сюда. Оп, тут другое гнездо. Ну, тут, видите, уже пятнышко на гнезде. Это старое гнездо. Это гнездо, смотря на его состояние, несколько лет точно. И это говорит о том, что Шешни любит возвращаться в то же самое место. Я знаю, что некоторые говорят, о, это неправда. Ну, извините, факты есть факты. Сегодня, как вы заметили, плохая погода. Сегодня холодно, сегодня какой? 23 или 24 апреля. Ну, что-то где-то возле этого. И насекомые не слишком подвижны, как вы заметили. Температура играет свою роль. И если вы сейчас начнете быть внимательным, то вы найдете много гнезд. И их надо быстро найти, пока они не переехали. Хотя они не все переезжают. Вот это вот ножку. За ней надо наблюдать. А тут посмотрим, что находится внутри. Один раз я вот так вот сделал, а внутри оказалась королева. Ножку гнезда я вам советую обрабатывать. О, смотрите, бабочка вылетела. Обрабатывайте места гнезд одеколоном или что-то в этом роде, что имеет очень сильный запах. Здесь я ничего обрабатывать не буду. И если что-то случится, то женщина мне позвонит, и я снова приду посмотреть, что здесь происходит. И, конечно, все это будет бесплатно. Такие маленькие гнезда. За них грех деньги брать. А гнездо, посмотрите, как сделано. Целлулоза. Простая бумага. Да, гнезду несколько лет. Старое на вид, очень старое. Скорее всего, королева с этого гнезда переехала. В общем, она бросила свое гнездо. Вот что здесь было, что должно было вылупиться. А хотя, знаете, что королева могла и сдохнуть. Пару шершней родились, но внутри, видите, вот тут по краям шершни, которые не были вскормлены. Вуаля. А вот здесь вот мадам-королева в отличном здоровье. Ошибиться нельзя. Азиатский шершень, желтые руки. Тьфу, какие руки! Лапы! Какая красотка! Это замечательное насекомое, но, к сожалению, вредоносное. На севере Франции подсчитали, что одно гнездо шершней съедает 11 килограмм насекомых в год. А у нас, на юге здесь, гнезда достигают размера стиральной машины. Смотрите внимательно, что находится у вас в сарае, в гараже. Такие места являются райским местом для насекомых. И если вы что-то заметили, нашли, вызовите профессионала или же сами защититесь и газовый баллон в руки. Но гнезда не трогайте. Я снял гнездо, чтобы вам показать, что это такое. И, может быть, через несколько дней я вернусь в это место. И вам докажу еще раз, что шершни любят возвращаться в то же самое место. Даже на деревьях бывают случаи, когда шершни возвращаются на одно и то же самое место. Это очень интересно. Ладно. Эта королева больше никому не причинит вреда. Она окажется в морозилке и все закончится. А ну-ка, поздоровайся. Не, она скромная. Она скромная и ярая. Она даже не захотела в хомяка играть. Ладно, бай-бай и до следующего выпуска. Хорошего юмора и настроения. Я думаю, в этом году будем воевать с насекомыми. Ладно. О, в туалете не посмотрел. Ух, как хотел бы я здесь большое гнездо увидеть. А нет. Али, бай-бай. До следующего номера. Хорошего настроения и юмора. Ну, cama-пай. Тон, 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 тон. 혼락 trên колоколь поднmouth. Продолжение следует...